Приветствую вас, Андрей. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В целом, я прочитал ваш текст и думаю, что ответ Кудрючева и Игоря Леонидовича наиболее точно и лаконично отвечает на... ваш запрос, который присутствует у вас в тексте, вот. Это первое, пожалуй, что нужно сказать. Далее. Мы с женой, пишите вы, прожили 14 лет брака, ребенку 6 лет. Полтора месяца назад она ушла от меня, забрав ребенка. Здесь следует отметить несколько важных, на мой взгляд, моментов. Первое. То, что вы совершенно правы, говоря о том, что любовь она сразу не проходит, и что за месяц пройти она не могла, но момент здесь в том, что любовь, по крайней мере, со стороны вашей сыны, любовь и не проходила за месяц. Любовь проходила, скорее всего, гораздо дольше по времени. Любовь проходила, наверное, не за один год. Просто почувствовала ваша жена это, вероятно, только вот совсем недавно. Ну, а именно, вот, когда она ушла. То есть, грубо говоря, дошла до определенной точки кипения. Такое, в принципе, бывает. Поэтому, с одной стороны, вы правы, с другой стороны, слишком, на мой взгляд, слишком буквально, что ли, воспринимаете эту ситуацию, да. Вот, и, как бы, не видите некоторых деталей. Ну, а, может быть, не хотите их видеть. Собственно, здесь, опираясь на данный момент, можно поднять некоторые вопросы, связанные с вашими взаимодействиями. Связаны некоторые вопросы, связанные с тем, как вы взаимодействуете между собой. Например, что между вами общего? Между вами и вашей женой? Что вас объединяет? Вот, объединяет ли вас что-то еще, помимо, собственно, того факта, что у вас, грубо говоря, есть ребенок, да, и чтобы имущая жена, например. Потому что срок, 15 лет, все-таки, немаленький, да, и, ну, должно быть, наверное, что-то, что вас объединяет. Дальше. Как говорит, она ушла из-за того, что устала. Ну, опять же, усталость это, то, что накапливается не один месяц, не один, может быть, даже год бывает такое, и, соответственно, можно говорить о том, что ваша жена действительно могла устать, и могла устать довольно серьезно, при условии, что вы, ну, как бы создавали некоторые предпосылки для этого. Дальше. Я выпивал. Может быть, мало обращал на нее внимания. Иногда вспилить мог не по делу, но сейчас я изменился. Андрей, вы, безусловно, большой молодец, что вы изменились, и вы молодец, если изменились для себя, а не для кого-то, да, не для ребенка, там, не для жены, вот. Но, понимаете, какая штука? Важно показать человеку и себе в том числе не столько то, что вы изменились, потому что изменение – это все-таки внешняя история, это внешнее поведение, это изменение внешних каких-то моментов, да, вот. Гораздо важнее показать, что причины, которые влияли, именно влияли на вас и являлись системообразующими в контексте вашего поведения, больше не активны. больше не работают. То есть вы почему-то выпивали, вы почему-то мало обращали внимания на, там, свою жену, вы почему-то могли вспилить, как вы говорите, не по делу, хотя на самом деле не по делу вспылить нельзя. То есть, если вы вспыливаете, то, скорее всего, по делу и, как бы, и ещё как по делу. Просто, может быть, вы в себе это как-то вот оприцаете, может быть, вы в себе это как-то подавляете, да, и ну, просто отвергаете наличие какого-то конфликта в себе. То есть, опять же, нужно, ну, как сказать, нужно не демонстрировать свои перемены, а стараться объяснить своей жене, например, причины вашего поведения и показать, как эти причины изменились. И это не гарантирует то, что ваша жена вернётся. Но просто сейчас, вот то, что вы делаете сейчас, это, ну, это совершенно не располагает её к себе. Опять же, а если вы, например, вернёте, ну, если вы всё-таки сойдётесь, то вот если вы будете действовать в том ключе, в каком вы действуете, то ситуация просто до первой вашей какой-то вот ошибки, ну, по мнению жены, до первой вашей ошибки и всё. А потом, что потом? Потом опять разрыв. понимаете? Вот. На этот раз уже окончательная вероятность. Поэтому тут как бы нужно немножко глубже осмотреть на ситуацию, да, чтобы не действия были определяющими, а чтобы именно значение причин было ключевым. Далее. Значит, я изменился прежде всего. Как я уже сказал, вы большой молодец, что изменились, но для нас, как для психологов, важно обратить внимание на мотивацию к изменениям, на честное целеполагание этих изменений, на основании этих изменений. Какое оно? Я специально не буду здесь предлагать свои варианты, я хочу, чтобы подумали вы и в первую очередь сами себе честно ответили на это. Для чего я изменился, для чего я начал перемену, для чего я хочу в итоге. И самое главное, ну не самое главное, такое же главное, да, не будем как бы оставить приоритет выше, это вот что вам не двигало в предыдущей модели поведения. Дальше. Не пью эти полтора месяца и больше пить не собираюсь, полностью пересмотрел свое мировоззрение. Ну, вы знаете, по факту, вот в том, что касается алкоголя, ничего особо не изменилось, потому что если до этого вы выпивали, то сейчас выпивать перестали, то есть по сути, это, ну, как бы, просто другая сторона, но одного и того, не надо думать, что, там, грубо говоря, образ жизни трезвенника чем-то лучше образа жизни, допустим, пьяницы или алкоголика, нет. Нет. Это две стороны одного и одного же. Это категоричность. Это просто разные проявления категоричности, но не более того. И, на мой взгляд, было бы лучше, если бы вы не отказывались от алкоголя совсем, а если бы выпивали, ну, выпивали в меру. А так, получается, вы себе полностью это запрещаете, точно так, где как раньше позволяли, и, как бы, все изменилось по факту, понимаете? да, другой вопрос, если вам не хочется, но, опять же, так не бывает. Вы вот говорите, что чувства жены не могли уйти быстро, быстро, и я с вами согласен, но, но, так не бывает, что человек выпивал, а потом бац, и резко перестал, так тоже не бывает. Нет, человек, безусловно, может, там, например, чего-то испугаться, человек может, безусловно, что-то для себя понять, это правда, это правда, но, но, если перемены такие резкие, то где гарантия, что они не произойдут у нас, где гарантия, что завтра вы не, опять не пересмотрите свои позиции, опять не измените свое отношение к алкоголу. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но просто поставьте себя на место жены, просто поставьте себя на место жены, и увидите, что, ну, может быть, ей хочется верить в то, что происходит, но ее не облегляет ощущение, что все это для того, чтобы ее вернуть. И, честно говоря, у меня точно такое же восприятие. То есть, это, ну, знаете, как есть вот такие игры семейные, когда один из другов, это не обязательно мужчина, значит, убытность совместного проживания ведет себя достаточно негативно, а как только партнер выбирает уйти, вот, он сразу начинает идти себя иначе, вот, сразу начинает пытаться завоевать внимание и так далее, и так далее, и так далее. и прощение. Вот, как только прощение завоевывается, да, то сразу, значит, человек ведет себя опять так же, и, как бы, ну, ничего, по сути, не меняется. И, мне кажется, это довольно негативная история в контексте того, ну, в контексте продвижения хороших отношений, вот, поэтому вашей жене, в принципе, можно, опять же, понять, что она вам, ну, как бы, не доверяет, вот, и, на мой взгляд, это такой, такой вот момент достаточно важный. Опять же, ну, для взрослого человека здесь требуется время для того, чтобы принять какое-то, ну, достаточно серьезное решение, например. Вот, и, как бы, вы требуете, вы требуете решение от своей жены, на мой взгляд, слишком быстро. Вот. и это тоже, значит, ну, как бы, в большей степени ориентир на себя, а не на нее. Вот, то есть, вы прям требуете, 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 требуете от нее, значит, ну, требуете от нее ответа. Вот. На мой взгляд, это, ну, достаточно негативный момент вопросов. Дальше, идем с вами. Значит, так, забираю ребенка к себе, на день или на два, он остается ночевать у себя дома, где он там, где родился и вырос, даю ему все, что не мог дать до этого. Андрей, ну, здесь у вас есть какая-то привязка к дому и семье, я не думаю, что это очень хорошо, честно говоря, потому что, ну, все-таки семья, это человек, это люди, в первую очередь, да, это человек, вот, это ни в коем случае не какое-то место, это именно люди, вот, самое главное, это люди, они человек, ой, то есть, ни дом, ни привязка к месту, вот, поэтому, в принципе, ну, не так важно, где человек вырос, сколь важно, какие у человека отношения с самым. своими родителями, например, вот, это, гораздо важнее, поэтому, вот, когда вы говорите про то, что, подъем родился и вырос, ну, это, знаете, очень, немного так, пафосно звучит, немного, эпоплазно, и, как будто вы пытаетесь убедить этим жену, ну, как бы, довольно странное убеждение, если все, как и, их, некоторые из ваших аргументов, то есть, весьма, специфичны, на мой взгляд, я сейчас вам, ну, покажу. Так, даю ему все, что не мог дать до этого. Ну, опять же, если вы не могли дать что-то ребенку до этого, то, наверное, были причины, у того, что вы не могли дать, и сорвется, ну, что-то изменилось, я так полагаю, поэтому, тоже нужно разобраться, что именно изменилось. Дальше, так, ребенок сам ко мне начал тянуться, но она совсем ничего не хочет, но это нормально. Говорит, что все перегорелы, нормально, это традиционно, тебе 15 лет, ты не поменяешь, тебя хватит на полгода, и все будет заново. Вполне вероятно, вполне вероятно. Ее мнение здесь достаточно, ну, я не могу сказать, что ее мнение прямо, знаете, прямо, что называется, скрижалями, да, высечено, но я совершенно точно-точно знаю, что определенный смысл в ее словах, к сожалению, присутствует. Это правда. с этим ничего не поделать. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно здесь просто, ну, потихонечку, потихонечку, повторюсь, потихонечку убедить человека в том, что это не так. Потихонечку. не торопясь, не давят, сейчас вы давите, кстати говоря, сейчас вы давите, давите достаточно, вот. Ну, по факту, вы себе только вредите, ничего хорошего, как бы, этого вам не даст. Понимаете? Дальше. Дальше. Кто говорит, что совсем меня не любит и чувств никаких не осталось? Ну, опять же, да? Человек, вероятно, сам не знает. Тут я узнал, что она призналась любви нашему общему другу, тут вроде как он ответил ей заимстви, но на этом все остановилось и не исчез, просто общая, это скорее всего реактивное поведение, поведение, здесь вы правы, но это меняет того факта, что человек не знает, какое у него отношение к вам. Мое мнение, что не нужно ручить семью, на нее не действует. Так, а, Андрей, вот что значит ручить семью? Вот, ну, что это такое? Кто из себя представляет? Эээ, семья, ну, вообще, вот, по-вашему, например, мнению, что из себя представляет семья. Потому что, эээ, семья, без, допустим, какой-то гармонии, да, это не, это не семья. если говорить достаточно строго, то семья была разрушена тогда, когда между вами и вашей женой начались определенные трудности. семья была разрушена тогда, когда между вами и вашей женой начались, эээ, некоторые проблемы, я бы сказал, да? вот, вот тогда семья перестала существовать. Ну, ваша семья перестала существовать. Я не очень здесь, мягко говоря, понимаю, о какой семье, ну, конкретно вы говорите. если вы имеете ввиду семью, эээ, ну, в том смысле, эээ, ну, в смысле, социального, социального статуса, и так далее, то, ну, я могу вас, эээ, расстроить, наверное, эээ, это не семья. Это не, эээ, семья. Вот. Когда, эээ, значит, эээ, люди только на бумаге, эээ, являются, эээ, семьей. Это не семья. Это, что-то такое, ээээ, странно. Дальше. Ээээ, так, эээ, начнение ребенка, если не хочет жить дома, как раньше он хочет жить дома, как раньше с мамой папой тоже. Ну, понимаете, это похоже на обратно всеобщее давление. То есть, вы не говорите, зачем, эээ, вашей жене, лично, возвращаться, к вам, да? Зачем? Что она получит? Какая ей выгода? А просто давите на нее общественным мнением. Это, к сожалению, попытка манипулировать. И ничего, кроме агрессии, это не вызовет. У вашей супруги. Дальше. Эээ, так, родители тоже ее как будто заколдовали. Нет, ничего, заколдованного здесь нет. Человек просто не хочет повторять какие-то свои ошибки. Вот. И, на мой взгляд, это, эээ, вполне, ну, нормально, нормально, да, вполне, нормальная, вполне, естественно, реакция, вот, на, ну, на то, что происходит. Вот. Поэтому, опять же, мне кажется, кажется, что здесь, ээ, важно не давить на, ээ, Мне кажется, здесь важно не, ээ, давлять на дне, а позволить ей решить самостоятельно. Дальше. Знаю, любила меня очень сильно. Все пыталось делать, что у меня было все хорошо. но куда же могла деться любовь за месяц-два? Могла. Но не за месяц-два, а за большее количество времени. То есть вы слишком буквально. Я не могу поверить, что это прям делаем и разлюбило. Ну, опять же, то, что вы не можете поверить, это боюсь ваших, только ваших проблем. Ээ, как бы, к реальности это никакого отношения, что называется, не имеет. Вот. А реальность, что называется, говорит, что она за себя. И то, что вы пытаетесь, ээ, как бы, ей прописать. Ээ, свои какие-то вот, ну, то, что вы пытаетесь выдать, желаемое, это действительно, ну, ситуации не меняет. Сейчас мы общаемся, каждый вечер стараемся проводить время вместе с ребенком, прогулки туда, и она начинает злиться, когда я называю ласковый, говорю, что люблю, пытаюсь ядерку, или посылаю чешечку простречи. Ну, это, соответственно, связано с тем, что человек ощущает, что вы, мы, вы пытаетесь вновь ее, как бы, покажете. Но человек ощущается, что вы это делаете, ну, не для нее, да, а для себя, себя. Ну, и плюс, угроза, она чувствует от вас угрозу определенную. Так что, здесь, в принципе, тоже все нормально. Вообще, не пойму, это не такое, как будто у нее гипноз какой-то, запутал о себе, а, ну, понимаете, вот вы, опять же, здесь довольно, мне кажется, категорично, мне кажется, вы здесь довольно решительные, вы здесь довольно как бы, так сказать, немецкие, вот, как бы я выразился, вот, потому что, мне кажется, что нужно время человеку, мне кажется, что нужно на немало времени человеку для того, чтобы, ну, как-то вот к вам опять, ну, изменить свое отношение, вот, и вы, мне кажется, тем, что торопите, ее, как раз таки, от баку теряется, мне так кажется, если честно, вот, ну, это, это, чисто, вот, в данном случае, мое мнение, да, я понимаю, что вы, там, совершенно не обязаны к нему прислушиваться, вот, и так далее, но, мне так вот, как кажется, и, на мой взгляд, это, наиболее очевидно, здесь, на мой взгляд, вот, то есть, когда, то есть, когда вы говорите, что, я не пойму, что с ней такое, да, то, ну, в общем, в целом, вам, и не нужно, вам и не нужно, в общем, в целом, понимать, что с ней такое, потому, что человек может сам, ну, сам не понимать, что с ней такое, вот, а, человек может сам, спе, вот, ну, как бы, не отдавать от счета, в том, что, ну, что ее беспокоит, в том, что ее тревожит, и так далее, вот, поэтому, кхм, крайне важно этот момент учит, вот, и не давит, не давит на, не давит на, ну, ну, вот, а, это вот, то, что, я могу, могу вам, сказать, ну, вот, а, сейчас, так, дальше, дальше, так, забудь то о себе, скажи об этом, скажи, что давай поживем месяц раздельный, да, посмотрим, может, ну, она говорит, что мы разошлись, это же не точка, но, опять же, здесь, такое ощущение, что, требуете, от нее, а, ну, какого-то, решения, что ли, при том, что, не очень понятно, на каком основании, да, то есть, ну, то есть, почему вы требуете решения от нее, вот, на мой взгляд, это, ну, в некотором смысле, странно, там, то есть, вы на нее давите, опять же, повторюсь, вот, ничего хорошего, в этом, в принципе, нет, и быть не может, поэтому, имейте паспорт, имейте паспорт, пожалуйста, эту виду, вот, вам, я повторюсь, вам не нужно, стараться, ее понят, вам нужно, стараться, по максимуму, сама, по максимуму, выращать, с себя, понимаете, а дальше уже, просто, будь что будет, если, если, вы, например, не готовы, к этому, там, если, не готовы, делать, например, то, это, вот, уже вопрос, короткий, к вам, это, вопрос, именно, вот, к вам, это, вопрос, на сколько вы, действительно, нацелены на, человека, на сколько вы, вот, действительно, нацелены на, на сколько она вас, интересует, насколько она вас, волнует, и так далее, вот, это вас, дальше, возрота не будет, так как, без любви она не хочет, в общем, не пойму ее, не знаю, что мне делать в этой ситуации, ну, в принципе, вам я, уже, эм, сказал, что делать, в этой, ситуации, вот, э, другой вопрос, э, хотите, ну, хотите ли вы, на самом деле, что-то менять, что-то менять, ну, в, э, в своей жизни, и хотите ли вы услышать, э, вот этот ответ, который я вам даю, потому что, одно дело, если вы, э, пришли, э, одно дело, если вы пришли, э, за, ну, действительно, за, э, советом, да, одно дело, если вы пришли, действительно, для того, чтобы, разобраться в, э, себе, и совсем другое дело, если, э, вы, э, пришли за, ну, вот, к какой-то степени, э, за подтверждением, э, э, своей, позиции, за подтверждением, э, своих, ну, своей, своей точки зрения, и так далее, вот, и во втором, случае, шансов, э, наладить отношения с женой, у вас, к сожалению, гораздо меньше, вот, это то, что я могу вам сказать, поэтому, э, единственное верное решение здесь, это, разбираться в себе, про, ну, продолжать, продолжать, продолжать лучше, разбираться в себе, вот, исследовать, э, и, демонстрировать, жене, именно, вот, э, те, перемены, которые у вас есть, демонстрировать жене, а, не только перемены, но и, э, показывать ей, э, что произошло, что вы, что вы изменили, вот, что случилось, стали по-другому вести, ну, вести, да, вот, это, на мой взгляд, куда важнее, куда важнее, куда важнее, вот, то, что я могу вам сказать, давайте сейчас еще раз посмотрим, э, так, в общем, не пойму, люблю их сынам до беспомерства, которые практически все лишь бы вернулось, ну, опять же, здесь вы говорите, к сожалению, о большой зависимости, э, на мой взгляд, от, э, о большой зависимости, от, о них, от, э, моей, э, жене и ребенка, Вы говорите о большой зависимости, и на мой взгляд в этом есть проблематика, потому что зависимость она всегда чувствуется, зависимость она всегда ощущается, ощущается достаточно сильно, и это практически всегда отталкивает. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, я не хотел бы, чтобы вы обманывали, допустим, себя или что-то в этом роде, не нужно этого сделать, не нужно себя обманывать, мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится, в принципе, вот. Дальше. Значит, готов простить, все лишь бы они сыном вернулись, это нужно вам. Это нужно не ей, а вам. И вот тот вопрос, на который нужно вам ответить, да? Вот тот вопрос. Вообще. Для чего вам, чтобы она вернула? Вот это, на мой взгляд, очень такой важный момент, на который вам нужно ответить. Вот. Для себя, конечно. Вот такой ответ, в принципе, я мог бы вам дать, наверное, сейчас. На этом все. Разрешите закончить. Ответ получился достаточно большой, я надеюсь, что это было полезно вам. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...